Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Станислав Каторов осмотрел помещение, где будет открыт новый детский сад. По требованиям сейчас предъявления к строительству здесь может разместиться только по площади четыре площадки. В Александрневском храме города Видны состоялось торжественное награждение священников видновского благочиния. В центральной библиотеке продолжает работу инклюзивная студия музыкального развития «Колорит». У нас совершенно разные занятия очень отличаются друг от друга. А начнем с печальной новости. Не стало нашей землячки члена Союза писателей России Натальи Власовой. Наталья Юрьевна неоднократно принимала участие в литературных мероприятиях Ленинского округа. Ее выступления с чтением авторских стихотворений на поэтических вечерах и творческих конкурсах никогда не оставляли равнодушными зрителей. Поэзии она посвятила всю свою жизнь. Первое стихотворение написала в четыре года. Член литературного объединения имени Шкулева, лауреат областной премии имени Роберта Рождественского, дипломант премии Пришвина. Память о Наталье Юрьевне навсегда останется в сердцах почитателей ее таланта. К другим новостям. В Александрневском храме города Видное состоялось торжественное награждение священников Видновского благочиния почетными грамотами, благодарственными письмами главы Ленинского округа и памятными подарками. Побывала на мероприятии и наша съемочная группа подробностей в сюжете Максима Козлова. Несколько раз в год представители духовенства Видновского церковного округа собираются на братское совещание, на котором обсуждаются насущные вопросы церковной жизни. Предваряет его совместная молитва. Избавил всех бед, рабы твоя, и всегда я по милости исполнивал благих желания. Всех нас прележно молимся ти, услыша и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. По окончании молитвы из рук благочинного Видновского церковного округа иеромонаха Сафрония медаль преподобного Варлаама Серпуховского в первой степени получила Нина Бессонова. Нина Владимировна на протяжении десятков лет является активным участником и организатором различных проектов, направленных на популяризацию и сохранение церковных традиций. За этой наградой стоит целый коллектив и целый период моей жизни в 35 лет. Это заслуга не только моя, но и всего коллектива. Поэтому я сейчас не руковожу коллективом. Сейчас это уже другое учреждение. И поэтому я хочу им пожелать, ребята, не будьте только правоприемниками, но будьте еще правопродолжателями. Успехов вам! Архиерейскую грамоту за усердные труды во славу Божию вручили заместителю главы Ленинского городского округа Татьяне Квасниковой. В своем обращении к священнослужителям она отметила большой вклад видновского духовенства в общественную жизнь муниципалитета. Вам не безразлично все, что происходит в нашем городе, особенно если это дети. Каждая школа знает дорогу к храму. Позвольте от имени главы передать вам слова вот этого глубочайшего уважения и благодарности. Почетные грамоты, благодарственные письма главы Ленинского округа и памятные подарки вручили клирикам храмов различных поселений округа. Таким образом отмечена их активная работа по сохранению церковных традиций и духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения. Синергия церковно-государственных отношений – это на самом деле важное такое достижение, которое существует после 90-х годов. А примером вот таких хороших отношений служит огромное количество совместных проектов. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Власти муниципалитета уделяют повышенное внимание строительству социальных объектов. Образовательные учреждения появляются не только в новых микрорайонах, где в них особенная потребность, но также и проводится реконструкция в старой части города Видное. Временно исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа Станислав Катаров посетил помещение управления образования и стоматологической поликлиники, расположенные на школьной улице, на месте которых планируется открыть новый детский сад. На месте двух зданий, в котором сейчас располагается управление образования и стоматология, будет один детский садик с прогулочными площадками, с соответствующей инфраструктурой. Управление образования и стоматология переедут по новым адресам. Новое дошкольное учреждение рассчитано на 80 воспитанников. Земельный участок вокруг зданий будет полностью переформатирован под прогулочные зоны для детей. По требованиям к строительству, здесь может разместиться только по площади четыре площадки и с необходимым пожарным... Четыре площадки – это сколько групп? Проектируем, получается, четыре группы, а здесь полноценный пищеблок, то есть не будет привозного. Проектное решение детского сада еще требует согласования с различными ведомствами и службами. Разработкой проекта занималась специализированная организация, которая учла все современные требования к размещению, к организации детских объектов социальных. И все нормативы учтены. Теперь осталось получить положительное заключение экспертизы и приступать к строительству. Несмотря на то, что возведение объекта будет производиться за счет финансирования инвестора, детский сад будет муниципальным и позволит разгрузить очереди для жителей центральной части города. В муниципалитете стартовал социальный раунд «Маленький пассажир. Большая ответственность», в ходе которого сотрудники ГИБДД еще раз напомнят о том, что безопасность детей превыше всего. Первое и главное правило перевозки мальчишек и девчонок – обязательно использование специальных удерживающих устройств в автомобиле. Это касается всех юных участников дорожного движения без исключений. Ребенка до 7 лет исключительно на заднем сидении в специально удерживающем устройстве. С 7 до 12 допускается использование специальных удерживающих систем, ну и просто с ремнями безопасности. Соответственно, с 12 лет можно на переднем сидении с использованием ремней безопасности. Масштабная информационная кампания пройдет на территории всего Подмосковья, в том числе и в Ленинском округе. Инспекторы расскажут водителям о необходимости использования удерживающих устройств, о тяжелых последствиях, которым может привести неправильная перевозка малышей. Ведь в большинстве случаев именно детское кресло спасает самая драгоценная жизнь ребенка. Мы будем в этом направлении, в этом месяце работать почти ежедневно. Предусмотрены информационные раунды, направленные на разъяснение участникам дорожного движения, как пассажирам детского возраста, так и взрослым водителям о том, что необходимо использовать удерживающие устройства при перевозке детей. А также наши профилактические рейды, мероприятия направлены уже на выявление нарушителей, кто не соблюдает право дорожного движения. По словам сотрудников ГИБДД, статистика в муниципалитете неплохая, большинство автолюбителей строго соблюдают правила. И никакая спешка или усталость не позволяет им забыть посадить ребенка в кресло. Так, в январе прошлого года было зафиксировано 106 случаев неправильной перевозки детей, а за первый месяц, с 24-го, уже значительно меньше. Было выявлено 68 правонарушителей, подав статье 12.23, часть 3. Конечно, это меньше, но я уже отмечал, что рост дисциплинированности водителей растет. Напомним, что за нарушение требований перевозки маленьких пассажиров предусмотрен штраф в размере 3 тысячи рублей. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В 2023 году по президентскому проекту формирования комфортной городской среды в Подмосковье было благоустроено 59 общественных пространств. Всего по России с 2017 года обновили более 111 тысяч общественных территорий. Не обошла стороной программа благоустройства и Ленинский городской округ. В нашем муниципалитете позитивные изменения коснулись территории вокруг Тимоховского пруда, а в прошлом году был благоустроен Видновский лесопарк. Там обустроили пешеходные дорожки, обновили освещение, установили малые архитектурные формы. Теперь это любимое место отдыха видновчан. Еще 52 объекта в рамках проекта формирования комфортной городской среды будут реализованы в Подмосковье в 2024 году. В Центральной библиотеке продолжает работу инклюзивная студия музыкального развития «Колорит». В копилке коллектива уже не одна награда, в том числе и с международных фестивалей. Как проходит занятие «Кружка» узнала Инга Янчук. В Центральной библиотеке кипит жизнь. Из актового зала доносится пение. Здесь проходит репетиция коллектива «Колорит» перед важным концертом, подготовка к которому заняла больше месяца. Чтобы красный свет нам возродил рассвет, Чтобы каждый минутец свет не говорит проща. Всего за полгода творческий коллектив успел принять участие в нескольких конкурсах и занять призовые места. Успехи команды заметили и пригласили участников на 4-й международный фестиваль «Бог о бок», проходивший в Армении. О жизни «Кружка» рассказала Марина Андрианова, творческий и идейный вдохновитель коллектива. Мы вышли и спели так, как в последний раз, так скажем. Мне кажется, что это очень круто. На следующий год нас тоже пригласили. Надеюсь, мы поедем уже в большем составе. Участники студии учатся не только петь, но и танцевать, и даже играть на музыкальных инструментах. Такое разноплановое развитие дают занятия колорита, которые проходят по вторникам и пятницам. Как индивидуальные, так и совместные. У нас совершенно разные занятия очень отличаются друг от друга. Кому-то я даю больше музыки, кому-то я даю больше дикций, слов, кому-то нужна интонация. Ну, абсолютно все по-разному. В кружке ученики занимаются с родителями. Мамы и папы принимают активное участие в номерах. Светлана Кузнецова сначала отправила в колорит сына, но потом и сама стала заниматься пением и танцами. Вообще, это очень хорошо скрепощает. Это дает уверенность в себе. И как-то даже я человек, по-настоящему, застенчивый. И уже даже в общении с другими людьми себя более уверенно чувствовать начинаю. И Витя мой молодец. Он стал самостоятельно выходить. Ну, заходим, он даже стал ходить к другу, ходить спокойно. И как бы уже так не боится, не стесняется выходить из дома. Участники колорита являются доказательством, что талант не зависит от особенностей развития и возможностей здоровья. Следующее выступление творческого коллектива состоится 9 февраля в 14.00 в Центральной библиотеке. Приходите и вы. Инга Инчук, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В парке Апаринки провели традиционные соревнования по лыжным гонкам в рамках 19-й муниципальной спартакиады. Более подробно расскажет наш корреспондент Юлия Стаферова. Зимой погода испытывает нас низкими температурами, ветром и снегом. Но даже в самое холодное время года нельзя забывать о здоровом образе жизни. Один из самых популярных зимних видов спорта – лыжи. Они дают нагрузку на все группы мышц, помогают укрепить иммунитет и держать организм в тонусе. Для нашей страны лыжный спорт особенно актуален. Россия такая страна, где есть снег, поэтому хорошо, что у нас есть лыжные соревнования. Они позволяют людям, наверное, не только показать свое спортивное мастерство, но еще и просто это здоровье, это хорошее настроение. То есть, не знаю, подышать воздухом, пообщаться с единомышленниками, показать свои силы и провести досуг. Более ста человек приняли участие в традиционном первенстве Ленинского округа по лыжным гонкам, которое состоялось в парке Опаренки в рамках 19-й спартакиады муниципалитета. В спартакиаде участвует у нас сегодня шесть поселений. Это довольно много. Если их всего семь, то сегодня довольно массово представлены. Участвует одна женщина и трое мужчин. И борются за медали и кубок. А в первенстве участвуют детки. Самый младший возраст – 2018 год. Ну, старший, по-моему, насколько я помню, где-то 45-й. На старт вышли как регулярно тренирующиеся спортсмены, так и те, кто только начал осваивать этот зимний вид спорта. Я не занимался, я сам учился. Раньше учился в детской и юношеской спортивной школе Олимпийского резерва в городе Челябинске. Раньше занимался, катался в юношестве. Сейчас просто продолжаю заниматься для хорошего настроения. По результатам гонки первое место заняла команда из Видного. Вторыми пришли лыжники, которые представляли совхоз имени Ленина. И на третьем месте спортсмены из Развилки. Следующие соревнования запланированы на март этого года. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. На сегодня это все новости. Оставайтесь с нами. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова